Одним из мероприятий в рамках празднования Дня Победы стал традиционный торжественный прием главой района ветеранов Великой Отечественной войны. Ветераны войны, вдовы, труженики тыла, узники лагерей, дети войны собираются на ежегодный прием, который для них проводит глава Белореченского района Иван Угланд. Я искренне желаю, чтобы мы с вами жили без войны, чтобы мы жили в красивых деревнях и станицах и хуторах, в красивом городе, чтобы мы могли красиво, достойно жить на пенсии, чтобы мы имели возможность получать хорошее образование. И в эти дни мы особенно ясно понимаем и осознаем неоценимый вклад каждого в сохранение и процветание страны. Эту мощь, эту инфраструктуру, эти деревья, эти улицы, эту воду, эти садики, эти школы – это все вы. И за это вам большое спасибо. Живите долго. Мы вас очень-очень любим. Вместе с главой района участников приема поздравила представитель управления образования Вера Афанасьева. Она только что вернулась из республики Крым, где по получению главы района поздравляла с праздником победы ветеранов из войковского поселения Ленинского района, с которым Белореченск теперь связывает крепкая дружба. Посетила более 90 человек. Каждому передала теплый привет от белореченцев. Наш Белореченский район не обошли эти события. 10 тысяч человек были мобилизованы. Из них вернулось чуть больше 2400. А сейчас их осталось 104 живых ветеранов. Он также передал благодарность жительнице района, герою социалистического труда Ольге Семенниченко от Краснодарской краевой общественной организации «Герои Отечества». Наша задача и, конечно, задача правительства не допустить ни одного шага вторжения на нашу территорию. За то, чтобы вот эти весны были только мирными. Чтобы они были зелеными и красивыми. За то, чтобы цвели деревья. Чтобы смеялись наши дети. Чтобы радовали ваши внуки вас. И знали, что вы эту победу для них непосильной ценой достали. Эту победу и ценили ее всегда. Я хочу искренне, от себя лично, от депутатов городского совета поздравить 70-летием Великой Победы. Пожелать, чтобы война на нашу родину, на нашу землю никогда больше не приходила. Пожелать, чтобы мы были крепки, чтобы мы были дружны, чтобы наша страна была сильна, чтобы мы чтили наших ветеранов, уважали их, поддерживали их. Спасибо вам за то, что отстояли нашу страну, отстояли наш народ, дали возможность родиться многим миллионам детей на нашей территории. Вечная память павшим и здравия на многие леты живым. С праздником! И, конечно, в канун Великого Праздника вновь звучала главная песня Победы. Это день победы, Божьего права, это праздник, единственная мечта, это рада, как слезами на глазах. День победы, день победы, день победы!